Все необходимое приготовили и участники ретро-велопробега. Самым главным оказались костюмы. Ведь в этом мероприятии важна не скорость, а стиль. Впервые твидовый велопробег стартовал в Лондоне 7 лет назад. Первым городом в России, где он появился, был Санкт-Петербург. Теперь он дошел и до Барнаула. О самом стильном соревновании расскажем далее. Здесь не снимается кино, хотя атмосфера напоминает съемочную площадку старого фильма. Статные дамы, элегантные мужчины, неторопливая беседа. Все как в начале прошлого столетия. Сегодня у нас проходит ретро-велопробег. Это так называемый твидовый велопробег. Он проходит в Барнауле у нас уже четвертый раз. Мы приглашаем всех в усадьбу Государственного музея истории и литературы и искусства Алтая. И вы видите сегодня, сколько замечательных нарядных ретро-костюмов сегодня. У нас удивительные ретро-велосипеды. Наличие велосипеда, как ни странно, не обязательно. А вот быть в образе – главное условие праздника. Никаких джинсов и ярких кроссовок. Участники велопробега постарались выглядеть так, как барнаульцы, жившие в начале 20 века. Юлия, участница мероприятия, рассказывает, что ее платье не один год хранилось в семейном сундуке. А сегодня получила вторую жизнь. Платье – это платье мамы моего парня. Она его носила когда-то в молодости. Самое нестанное, есть настоящее ретро-платье. Ретро-велопробег – ежегодное событие городского масштаба. Его проводит клуб элегантных велосипедистов. Оно объединяет людей, увлеченных темой ретро. Для них это возможность отправиться в прошлое, но обязательно на велосипеде. Я уже не могу без этого жить. Это уже четвертый велопробег. И это уже жизнь в стиле ретро, наверное. Мы сегодня участвуем на пробеге с собакой. Собаку зовут Эмбер, это у меня девочка. Костюм ей делали очень долго, тщательно. В завершении праздника все участники отправились по улицам Барнаула. Они проехали по исторической части города, где барнаульцы катались сто лет назад. В будущем году клуб элегантных велосипедистов намерен провести пятый юбилейный ретро-велопробег. Организаторы обещают провести его с размахом. Ольга Галютина, Анатолий Фукс. Новости.